Добрый вечер! Вечер дня перед Пуримом. И Пурим 2021 года, это Пурим конечно очень необычный. Мы с вами уже год находимся вот в этих замечательных масках. И мы меняем одну маску на другую в этом году. У нас маска ковида меняется на Пуримскую маску. Это первый Пурим, который мы отмечаем в совершенно необычной ситуации, ситуации пандемии. Что вообще происходит в мире вокруг нас? И вот здесь самое интересное. Мы с вами обнаружим очень интересную связь между, казалось бы, таким веселым простым праздником Пурим, который в основном просто о том, что нужно повеселиться, дарить друг другу подарки, помогать бедным и обязательно выпить. Друзья, Пурим мы обязательно с вами выпиваем. Я подготовился к этому уроку хорошо и так как тема у нас сегодня поговорим серьезно о смешном и немножко с иронией о серьезных вещах. Поэтому напиток у нас достаточно такой, соответствующий событию Криводос. Так что, друзья, всем лыхаем. Так вот, возвращаясь к Пуриму 2021 года, который у нас с вами завтра. Чем этот Пурим на самом деле поможет нам в 2021 году? Мне кажется, в этом году Пурим действительно особенно актуален, как никогда. Хотя наши мудрецы говорят парадоксальную вещь. И вот мы, наверное, с этого начнем. Парадокс вообще одна из, как мне кажется, основных особенностей нашего с вами времени. Очень многие вещи сегодня происходят, и нам остается только, так сказать, задаваться вопросом, а что это вообще значит? Такое впечатление, что у нас ушло понимание каких-то рамок, привычных границ. И события развиваются совершенно часто без того, что мы понимаем, где эти рамки, где эти границы, где причины и где следствия. Пурим как раз на самом-то деле об этом. Пурим — это праздник парадоксов. И парадоксальным образом говорят еврейские мудрецы, это один из самых величайших наших мистиков, каббалистов. И говорит он, это совершенно всерьезно звучит, как шутка. В Туре написано о самом святом дне года еврейского календаря Йом-Кипу. Этот день называется Йом-Ха-Кипу-Рим. Йом-Ха-Кипу-Рим можно понять как день, как Пурим. Если так это понимать, получается, что Пурим еще более святой праздник, чем Йом-Кипу. Но это именно то, что говорит Ариза. Действительно говорит он. Пурим еще более святой праздник, чем Йом-Кипу. Это вообще как? Это шутка или это всерьез? Как мы с вами увидим, на самом деле это и то, и другое. Шутка — это очень серьезная вещь. Чувство юмора, вообще говоря, это серьезнейшая вещь. Но мудрецы говорят нам, что во времена прихода Машеха уже не будут вспоминать о выходе из Египта, а значит все наши основные праздники, праздники, которые есть у нас в Туре — это Песок, Шивот и Суккот — они уже не будут праздноваться. А что же остается у нас тогда? И выясняется, что в дни прихода Машеха с нами остается праздник Пурим. Это праздник на все времена. Что вообще такое происходит? Казалось бы, такой простой веселый праздник, а в нем оказываются какие-то совершенно глубочайшие вещи сокрыты. И сегодня мы с вами постараемся немножко приоткрыть покров тайны этого праздника, немножко посмотреть за маску, за которой Пурим, казалось бы, такой веселый простой праздник, скрывает глубочайшие вещи. И вот что интересно, друзья, эта маска приоткрывается нам с вами только сегодня, только в этом году, как мне кажется, в год, когда мы весь год ходили в маски. И сейчас мы просто меняем одну маску на другую, мы не меняем ковидную маску на пуримскую маску. И посмотрев друг на друга в маске, мы видим очень интересные вещи. Мы замечаем, вообще говоря, что мы в маске ходили в течение всего года. А если эту идею распространить чуть дальше, можно понять, что мы, в общем-то, эту маску не снимали, мы все время ходили в той или иной маске. Что мы пытаемся скрыть за маской, которую мы носим, это вопрос каждому из нас в этом году. Но когда вот мы ходим в маске, очень часто даже не можем узнать друг друга в лицо. Как сегодня мне сказал один человек, со мной поздоровались, а я не понял, кто это. Да, действительно, когда мы с вами вынуждены скрывать наши лица масками, очень трудно друг друга узнать. Очень трудно, как выясняется, даже четко различать людей, потому что все в масках становятся какими-то такими, знаете, частью какой-то одной большой системы масочной. И вот все это, мне кажется, заставляет нас очень серьезно задуматься, что вообще происходит в мире. Кто мог себе представить еще год назад? Еще год назад у нас был вполне нормальный пурим здесь в Нью-Йорке. И, собственно, после пурима как раз все-то и началось здесь. Кто мог представить тогда, что целый год у нас с вами будут такие совершенно непонятные события происходить в нашей жизни? И тем не менее это так, это факт. К чему история пурима и о чем, вообще говоря, эта история рассказывает нам с вами сегодня в 21 веке и в 2021 году? Тоже такой знаковый год, 2021, 2021 год. История пурима, на первый взгляд, как любят американцы шутить, это классическая история всех еврейских праздников. Нас пытались убить, мы победили. Теперь давайте сядем, будем есть и выпивать, и праздновать нашу победу. Но, как мы с вами видим, история праздника пурим полна и изобилует самыми, что ни на есть, интереснейшими традициями. Ну, вспомните хотя бы совершенно парадоксальную традицию о том, что в пурим, собственно, это заповедь праздника, нужно напиться так, чтобы не отличать проклятаман от благословенбурдыхай. Что это вообще означает? Не отличать добро и зло, это означает выпить до такой степени, что вообще уже человек совершенно отключен, разум его полностью не работает. И мы с вами понимаем прекрасно, что в таком состоянии человек не в состоянии понимать происходящее вокруг него. И, конечно, в обычный день это совершенно невозможно. Пурим, праздник парадоксов, праздник совершенно лихого веселья, праздник, который, казалось бы, далек от каких-то глубин, тем не менее содержит в себе урок именно для нас с вами, для поколения перед приходом Машеха. Эпоха, в которой мы с вами живем, эпоха постмодернизма, эпоха абсурда, эпоха времени, когда невозможно практически сложить пазл из огромного количества кусочков, которые не складываются вместе. Это состояние мира, в котором очень трудно увидеть единство, очень трудно увидеть цель, очень трудно увидеть содержание происходящего. И, как показывают последние выборы, как показывают вообще последние несколько лет в Америке, в Израиле, по всему миру, события происходят без нашего понимания того, что вообще на самом деле происходит. Политики, ученые теряются в догадках. Мир очень сильно разорван, и каждый находится практически в своем собственном небольшом шарике, в своей парадигме мышления. И мы с вами уже перестали даже слышать и понимать друг друга. Вот еще один символ от нашей эпохи. Эпоха такой колоссальной разорванности. Эпоха, если хотите, смятения умов. Интересно, что, опять же, то ли в шутку, то ли всерьез. Мудрецы спрашивают, а где вообще история Пурима в Торе? Ну, мы знаем, что история Пурима содержится у нас в книге, которая называется «Магилат Эстер», «Свиток Эстер». Понятно, что пятикнижие, которое написано намного раньше, там не может быть упоминания о событиях более поздних. Но это если мы смотрим на это с обычной точки зрения. А если посмотреть на это с точки зрения мистика, то в Торе должно содержаться так или иначе закодировано. Все. И, опять же, некий парадокс, некая игра слов. «Эстер Минаторами Найн». «Где Эстер упомянута в Торе?» – спрашивают мудрецы Талмуда. И ответ на этот вопрос в самом, что ни на есть интересном месте Торы. История, где говорится о том, что Всевышний сокроет свое лицо. «Анухи Астер Астир Эфанай». «Я сокрою свое лицо». Это, как мы знаем, время Галута, время изгнания. Это время, когда мы не видим явных чудес. И эта эпоха называется у нас эпохой сокрытия лица. Сокрытие лица. Вот та самая маска. Та самая маска, которую мы с вами одеваем на Пурим. Та самая маска, которую мы с вами проходили уже год. Вот это время сокрытия лица, друзья. Пурим в этом году как нельзя кстати. Он объясняет какие-то вещи парадоксальные, которые происходят в нашей жизни сейчас уже каждый день. И это не случайно, потому что Пурим действительно праздник конца времен. Во-первых, это последняя книга из записанных у нас в Танахе. Ну, хронологически по времени. Это одна из самых последних книг. И мудрецы говорят подобно тому, как перед рассветом у нас с вами есть конец ночи. Также это время Пурима, время предрассветное, время перед приходом Мессии. То есть этот намек, он действительно привязан как к хронологии событий. Время эпохи Пурима – это время, когда евреи уже вышли из Израиля, уже время изгнания, время разрушения храма. События происходят в Галуте. Это символизирует вот такое вот состояние сокрытия. И это то самое состояние, в котором мир находится у нас сейчас перед приходом Машиха. Истина практически недоступна. И смотрите, как интересно мудрецы об этом говорят. А ведь тоже игра слов. Эстер – это персидское слово. Пишется оно салеп. Эстер – это слово на иврите. Эстер означает сокрытие. И просто по созвучию этих двух слов, такая своего рода игра слов мудрецы говорят нам о том, что вот это то место, где намеком нам рассказывают о событиях книги Эстер. Всевышний сокроет свое лицо. Дальше намного интереснее. Это не просто какой-то красивый прием. Выясняется, что действительно, если мы с вами посмотрим на книгу Эстер, мы обнаружим удивительную вещь. Эта книга вошла в наш канон. 24 книги Танаха. Значит, эта книга рассказывает нам о вещах с позиции Всевышнего. Значит, эта книга, по крайней мере, должна упоминать имя Всевышнего. Нету ни одной книги в Танахе, где бы Всевышний не упоминался. Выясняется, что есть одна книга, и это как раз книга Эстер, где имени Бога вообще нет. Но опять же, если мы с вами говорим о событиях эпохи сокрытия лица, лица не увидеть. Лица Всевышнего нам не увидеть в том, что происходит сегодня. Нам не увидеть единства, нам не увидеть цели, нам не увидеть предназначения и смысла. Истина оказывается как бы недоступна для нас. Все очень фрагментарно. Вот это эпоха постмодерна. Это наше с вами время. И заметьте, все то, о чем мы с вами говорили сейчас, это парадокс. Парадоксальные вещи. Мудрецы здесь, раскрывая нам величайшей тайной, говорят тоже парадоксом. И само построение книги, если мы с вами внимательно почитаем, как книга Эстер построена, конечно, это сплошь и рядом парадокс, парадоксальность. Хотя там не происходит ни одного явного чуда. Все вроде вполне логично и закономерно, но только логику там усмотреть очень сложно. Каждое из событий вроде бы как происходит совершенно случайно. И как мы понимаем, эта случайная цепочка в итоге выстраивается в некую закономерность. Всевышний все-таки присутствует за кадром. Но это легко нам с вами увидеть. Мы-то смотрим на это уже за полчаса или за 20 минут, прочитав всю книгу, а события развивались в течение 9 лет. И за эти 9 или 10 лет участники этих событий, конечно, им было бы очень сложно увидеть вот это построение, что все-таки пазл-то у нас так или иначе складывается, и Всевышний находится за кадром. Юмор, кстати, играет колоссальную роль в истории Пурима. Я вообще бы сказал, что если мы посмотрим на историю Пурима глазами литератора, мы скажем, что это книга-комедия. И не случайно у нас с вами так популярен жанр Пурим-Шпили, всевозможных постановок Пуримских в стиле комедии, шутихи. Это, в общем-то, продолжает это самое понимание того, что Пуримская история это во многом что-то, над чем, в общем-то, можно посмеяться. Можно посмеяться над Аманом, напыщенным, гордым Аманом, который возомнил себя чуть ли не выше самого короля, который, как мы видим, и это его колоссальное эго, получив уже в свои руки все, и власти, и влияние, и деньги, встретившись с одним человеком, который отказывается его принять, готов уничтожить целый народ, потому что он ощущает себя неполноценным, он ощущает себя пустым. То, что Мурдыха отказывается признать его величие, для него колоссальный удар. Он не может этот удар стерпеть. Конечно, это смешно, где же его величие? Это как огромный-огромный мыльный пузырь, который ткнешь, и ничего там не остается. И это то, что, собственно, с Аманом-то и происходит. Еще вчера этот человек был величайшим человеком империи. И он мог прийти к императору, королю Ахашвирошу, он мог прийти к нему и сказать, что есть некий народ, который живет по своим законам. Кстати, это первый в истории пример такого своего рода навета на еврейский народ. Живут по своим законам, отказываются наши законы признавать, живут, так сказать, только в своих каких-то секторальных интересах, что-то какие-то там интриги пледут, все эти мудрецы сионские, да, а нам от них никакой пользы. И наоборот, мы их уничтожим, получим все их золото, серебро, все их, так сказать, имущество, а беспокоиться, ваше величество, не извольте, я, Аман, лично в казну внесу плату за стоимость этой замечательной операции окончательного решения еврейского вопроса. Ну, и Ахашвирош, тоже забавная, конечно, ситуация, такой важный вопрос решается, а он просто, не обсуждая ничего, ну, уничтожит, так уничтожит, подписывает этот декрет, ставит свою, печать дает, так сказать, свой перстень, Аману, и дальше они садятся и бьют. И вообще, кстати говоря, тема выпивки, еще одна очень интересная тема, помните, как в России говорили, что дело ясное, что дело темное, без пол-литра не разобраться, так вот, друзья, Пуримская история, без пол-литра, в ней, видимо, не разобраться, у нас с вами целых, аж пять пиров, первый, который происходит в самом начале, Лхайм-Лхайм, первый пир Пуримской истории, это когда у нас, собственно, завязочка, колоссальный пир, а Хашвирош устраивает пир для всех, выдаются все виды явств, всевозможные вина, и уже разгорячившись от вина, он решает продемонстрировать свою царицу, всему честному Люну, а там сидят, в том числе и простолюдины, и царица отказывается, и опять же, вот у нас мыльный пузырь, Хашвироша лопается, выясняется, что вся эта его огромная власть, все это его влияние, он хозяин огромной империи, 127 стран, но он не хозяин в собственном доме, Вашти просто ему отказывает, и вот это завязочка истории, собственно, благодаря этому у нас появляется еврейская королева, королева, но опять же, что интересно, никто не знает до поры до времени о том, что она еврейка, знают об этом только два человека, Мордыхай, которую воспитал, и сама Эстер, которая, настоящее-то еврейское имя Адаса, фигурирует в этой истории всюду под своим нееврейским именем, это вам ничего не напоминает, друзья, мы с вами живем в эпоху, когда многие евреи должны скрывать свое еврейство, стесняются своего еврейства, живут под нееврейскими именами, это наше с вами время, друзья, и Эстер оказывается во дворце, Эстер всем понравилась, Эстер становится королевой, и еще целый ряд событий, которые происходят здесь, казалось бы, абсолютно не связанных одно с другим, и только в итоге выяснится, что, вообще-то говоря, связь есть, просто нам она совершенно непонятна, мир управляется каким-то совершенно непостижимым образом, то, что кажется на первый взгляд совершенно случайным стечением обстоятельств, выясняется, что это раскрывает какую-то непонятную нам закономерность, примерно как в современном мире, в мире настолько сложен, что закономерность увидеть в происходящих событиях крайне-крайне трудно, что же происходит дальше? На сцене появляется Аман, это наш с вами главный злодей, и Аман возвеличивает себя, Ахашвирош делает его практически первым министром при дворе, и все кланяются перед ним ниц, тоже такая интересная деталь, все кланяются перед ним ниц, как перед божеством, Мордехай публично отказывается это сделать. На первый взгляд, не очень умный поступок, и более того, еврейская традиция часто говорит нам, что находясь в странах диаспоры, мы должны подчиняться законам этих стран и вести себя достаточно скромно. Мордехай ведет себя вызывающе, в какой-то момент его поведение привлекает внимание других придворных, и они сообщают Аману о том, что есть некто Мордехай еврей, который отказывается вам поклониться. И тут уже Аман обращает внимание на Мордехай, и как мы сказали, теперь это ему мешает настолько, что уже он не ощущает своего величия, он приходит домой, говорит всем своим окружающим его льстецам, как мы увидим, эти льстецы на самом деле не являются подлинными друзьями, как очень часто бывает, когда человеку сопутствует удача, он богат, он обладает статусом, у него много друзей, но очень многие из этих друзей на самом деле дружат не с ним, а с его деньгами, с его статусом, с его положением, и он хвастается перед всеми этим людьми своим колоссальным положением, статусом. Мы помним, что на этом Перу, когда на самом деле Аман придет к своим друзьям, к своей жене и всем близким, он пожалуется на то, что все это, что у него есть, ему абсолютно ничего не стоит. Вообще для меня это ничто, ноль. То есть я никакого удовольствия от всего этого не получаю. Что же мешает вкусить удовольствие от жизни? А есть какой-то мордыха евреи, который отказывается поклониться, и теперь все остальное, оно уже обращается в пепел, в прах. Вот смотрите, какой парадокс. Человек не может получать удовольствие от жизни, потому что какая-то маленькая вещь не идет в соответствии с его представлениями о том, как должно быть. И это, кстати говоря, очень часто причина, по которой мы, даже имея огромное количество благословений в нашей жизни, не ощущаем их, не умеем благодарить Всевышнего за то, что за то хорошее, что у нас есть, и в итоге оказываемся несчастными, хотя объективно, по большому счету, у нас нет никаких причин для несчастья. И вот Аман как раз такой человек. Но мы помним, что добожелательные его друзья тут же говорят ему, в чем проблема, построй ему, так сказать, виселицу, вот же у тебя дерево стоит. И Аман тут же бежит и строит виселицу Мурдыхая, потому что невозможно терпеть такой удар по собственному эго, что есть кто-то, кто оказывается признать твое величие. Мы, кстати, здесь видим, что при всем колоссальном, как бы, величии Амана, этот человек страдает, как бы мы сказали сегодня, с точки зрения психологии, комплексом, совершенно очевидным комплексом. У него нет внутренней самооценки. Он исключительно опирается на мнение окружающих. И если есть хотя бы один человек, все уже поклонились, есть один человек, который его не принимает. Это такой удар по его самолюбию, что для него это невозможно принять. И это, кстати, говорит о том, что внутри у него пустота. Внутри там нет ничего. Кстати, тоже один из феноменов человека эпохи постмодерна. Сегодня нам знакомо это ощущение, это чувство пустоты. Об этом в свое время сказал очень умно знаменитый французский философ-атеист Жан-Поль Сартер. Он сказал о том, что сегодня человечество живет с дырой в сердце на том месте, где когда-то был Бог. И строит Аман эту виселец. Осталось только прийти, доложить его величеству императору о том, что Мердыхай такой негодник и нужно его казнить. Ну, а его величество император у Амана уже практически в кармане. Он подписал уже указ об уничтожении евреев. Какая-то мелочь осталась. И тут мы отступаем немножко назад и вспоминаем о том, что оказывается Мердыхай, который тоже был придворным евреем, хотя не обладал таким колоссальным статусом и величием как Аман, сидя у ворот. Ну, а сидя у ворот в то время, это, видимо, место, где решались неформально всевозможные государственные дела. Там присутствовали в основном придворные. Вельможи, те, кто так или иначе близок ко двору, обсуждали в неформальной обстановке всевозможные государственные дела. И вот он подслушал на каком-то неизвестном языке, но неизвестном для большинства людей, тем не менее неизвестном для Мердыхая, торшишском языке, о том, как два придворных обсуждают планы заговора. И Мердыхай не только услышал, но и понял, что происходит и доложил об этом через Эстер, сообщил об этом царю, и это было записано в книгу Хроник «Негодяя осудили на смерть за измену», а имя Мердыхая теперь у нас в Королевских Хрониках, что вот благодаря Мердыхаю удалось раскрыть такой-то и такой-то заговор. Казалось бы, но совершенно незначительная деталь. Кстати, отсюда мы учим очень важное правило, что всегда стоит цитировать источник. Ту информацию, которую ты получил, хорошо привести источник. Если бы Эстер источник Мердыхая не привела, в качестве источника, то вполне возможно события этой книги развивались бы совсем по-другому. Но, как мы помним, в ту самую ночь, когда Аман, а ему прям не терпится доложить его величество царю о том, что Мердыхая нужно повесить, бежит ко двору и ждет, когда его вызовут к его величеству императору, а его величество император страдает бессонницей, и его мучают кошмары. Ну, что делает человеку, который страдает бессонницей? Нужно прочитать какую-то самую, что ни на есть усыпляющую книгу. Ну, а что может быть более усыпляющего? Тогда Супромата еще не было. Что может быть более усыпляющего, чем книга царских хроник? Как в таком-то году было то-то, в таком-то было то-то, и книгу открывают, видимо, каждый раз на разные страницы, не считать же все время с самого начала, правда? Это же книга, она бесконечная. И открыли ее как раз, вот оно, случайность, казалось бы, да? Открыли на нужной странице. На нужной для кого? Для Мурдыхая и для евреев. На той самой странице, где рассказывается о том, как Мурдыхай помог спасти его величество императора. А что Мурдыхая было за это сделано, спрашивая Тахаширош? Слуги переглядываются вроде ничего. Надо Мурдыхая наградить. Кто у нас тут сейчас во дворе? Выясняется, что Аман ждет иудеенцы. Зовите его сюда. И здесь у нас тот самый момент парадокса, когда переворачивается абсолютно все в этой истории. Мурдыхай сейчас пока что в положении диссидента. Его народ осужден на смерть. Будущее мягко говоря туманно и непредсказуемо. И не сулит ничего хорошего. Правда, у евреев есть одна козырная карта это Эстер. Она императрица. Никто не знает о том, что она еврейка, но это тот самый козырь, который Мурдыхай хочет приберечь именно для этой ситуации. Аман со своей стороны готов уничтожить Мурдыхая и вместе с ним весь еврейский народ. А Мурдыхай он не готов даже ждать, хочет уже прямо сейчас повесить. И вот эта торопливость возможно его и губит. Потому что он оказывается там в общем-то в самый неподходящий для него момент. Именно тогда, когда открыли книгу заслуг Мурдыхая царь задает Аману вопрос. Что нужно сделать человеку, которого царь хочет возвеличить? И Аман подумал, так это и написано в книге в сердце своем, кого ж как не меня. Кого ж как не меня. Вот оно, его величество эго. И здесь он, конечно, раскрывает, тут есть элемент некоторой психологии, раскрывает свои подлинные намерения царю. А как говорят нам мудрецы, тут есть еще одна скрытая линия. В тексте написано только, что царь не мог заснуть. Но мы с вами можем предположить, и это то, что предполагают мудрецы, что его мучили кошмары. Такого рода кошмары могут мучить императора? Конечно же, он боится, что кто-то его власть попытается забрать. Ну, а кто может забрать у него власть у узурпатора, у императора? Но есть один человек, который обладает очень большой властью, чуть ли не больше, чем он сам. который дает ему какие-то указы на подпись, который сосредоточил в своих руках колоссальную власть, который требует, чтобы все ему кланились ниц, падали ниц перед ним, как перед божеством. И это, видимо, начинает царя немного беспокоить. И вот он просыпается в кошмарах, и как раз Аман ночью, что это вдруг он ночью пришел, чего ему нужно? И задает император интересный вопрос, такой проверочный вопрос. Как поступить с человеком, которого царь хочет вознаградить? Очевидно, император знает о том, что Аман человек в падки до наград и почести и знает, что Аман, конечно же, примет это на свой счет, кого еще, как не меня. И вот, что Аман раскрывает ему. Человек, которого хочет царь вознаградить, говорит, Аман, нужно посадить его на царскую лошадь, ту самую, на которую ездит император, одеть его, облачить в царские одежды, наголу, одеть ему корону. И один из слуг императора будет вести эту лошадь на глазах всего города, всей столицы, и глашатый будет провозглашать. Так поступаешь человеку, которого царь хочет возвеличить. И вот здесь момент маленького триумфа царя Ахешвироша. Явно с некоторым скрываемым, конечно, но некоторым злорастом он говорит Аману, пойди и сделай все то, что ты сказал Мордыхаю еврею. Конечно же, это момент колоссального переворота. Ведь еще секунды Мордыха евреи мог быть вообще повешен на том самом дереве. А тут раз Мордыхаев буквально оказывается на коне, причем на императорском коне. С короной императора на голове. Так вот, чего на самом деле хотел Аман? Действительно, хотел власти царя. Все остальное у него уже есть. И вот этот момент парадокса, момент переворота, момент, когда действительно, собственно, это и есть момент юмора и смеха. Над чем мы с вами смеемся, друзья? Почему какие-то вещи нам кажутся смешными? Помните фильм Бриллиантовая рука? Когда одетый солидный костюм джентльмен, его играет Миронов, спотыкается на, я уж не помню, банановой или арбузной корке и говорит, черт побери. Но это, конечно, смешно. И там тоже курьезы, так сказать, вся история разыгрывается в таком курьезном ключе, это комедия. Но нам смешно, потому что происходит совершенно непредсказуемая вещь, полный парадокс. Вот книга полна постоянных парадоксов, которые нас сопровождают по протяжении всего сюжета. Совершенно непонятно, что там происходит. Как одно вытекает из другого, оно никак не вытекает. Но каким-то образом все складывается в итоге в некую цельную картину, как мы это видим уже только в конце. И вот здесь критический момент. Здесь Мазаль, удача, его величество случаев, которые верит Аман. Ведь Аман бросает жребий. И это ключевой момент книги. Книга, собственно, называется книга жребии. И что характерно, название это не еврейское, название это персидское. Ведь событие происходит, как мы сказали, в эпоху сокрытия лица. Язык этой книги это язык не еврейский. Бога здесь как бы нет и не присутствует. Он где-то очень, там сказать, за кадром только есть. Пурим. Множенное слово, множественное число от слова пур. Пур это на иврите гораль. Бросает Аман жребий. В какой день уничтожить евреев? Жребий выпадает на 13 число месяца Адар. Чистая случайность, казалось бы. Как мы увидим, вся история этой книги показывает нам, что его величество случайность, которую так верит Аман, который, кстати, не верит, конечно, в Бога, не верит в то, что есть в мире какая-то сила, которая управляет событиями. Все это просто чистая случайность. Опять же, в нашу с вами эпоху эта идея очень и очень популярна. И, казалось бы, события, которые нас окружают, только подтверждают это. Очень трудно увидеть Бога и его руку в происходящих сегодня событиях в мире. Очень трудно говорить, как в свое время говорил Маймани, Драмбом, посмотри на мир вокруг, и ты сразу увидишь, как Творец им управляет. Ты увидишь логику, ты увидишь смысл. Не случайная философия 20 века, эта философия во многом говорит об абсурде бытия. Мы с вами живем в эпоху абсурда. Что в такую эпоху можно противопоставить атеисту, человеку, который полностью и абсолютно разуверился вообще в том, что есть какая-то высшая сила в этом мире. Как выясняется, только юмор и смех это и есть то самое оружие, которое у нас с вами против Омана, и это то самое оружие, которое нам и помогает победить это зло. Так что юмор оказывается очень-очень серьезной вещью. Что же происходит? Оман вынужден вести Мордехая, который выседает на белом коне, на императорском коне, в императорских царских одеждах и приходит он домой и вот здесь раскрывается, так сказать, подлинная суть его доброжелателей, его жена и все его, так сказать, доброжелатели, которые вокруг него столпились. Он рассказывает им о том, что происходит и вместо того, чтобы приободвить, жена говорит ему, ну, раз Мордехай, перед которым ты начал падать еврей, то теперь тебе Оманушка только вниз. Теперь дорога по наклонной. Она ему дает это благословение и мы помним, что Эстер приглашает лишь Омана на Королевский пир. И тут важный момент. Сейчас это будет уже второй пир. Первый пир состоялся до начала падения Омана. Еще до того, как Оман пришел требовать казни Мордехая. Но вместо того, чтобы казнить Мордехая, вынужден был Мордехая везти на императорском коне. Интересно, что на первом перу, который произошел еще до начала падения Омана, Эстер не просит Ахашвироша ни о чем. А вот уже на втором перу, после того, как Оман действительно униженно оскорблен, вот здесь она обращается к императору. Интересно, что наши мудрецы говорят, очень важно выбрать правильное время. Вещи, которые происходят в неправильное время, несозревшие, неготовые, очень часто приводят к большому количеству ошибок и проблем в этом мире. А как узнать, что время готово. Еврейская традиция говорит нам, что если злодей, шаам и сахекетло, злодей, так сказать, улыбается ему удачей, не пытайся ему сопротивляться, не пытайся ему противостоять. Это своего рода восточная мудрость. Знаете, как в восточных единоборствах используют силу противника. Когда противник начинает проседать, вот тогда с этой проседающей силой ты обращаешь его против него самому. И это то, что происходит здесь. Аман начал проседать, он уже падает вниз. И на втором перу Эстер раскрывает свою подлинную сущность. Она говорит, что я и мой народ обречены на смерть. Ахашвирош в шоке, он не знает, о чем вообще идет речь. Кто посмел, спрашивает он. Вот этот человек, злодей, он сидит прямо здесь. Аман Хара Азе, тот самый Аман. Вот он тут. Каждый раз, когда мы произносим имя Аман в чтении Мегилы, обычно звучит шум. Такая тоже необычная еврейская традиция, в синагогах не принято шуметь во время произнесения каких-то традиционных молитв. И именно чтение Мегилы сопровождается этим постоянным шумом при упоминании имени Амана. Но больше всего обычно шумят именно в этот момент. Это самый критический важный момент здесь текст. И здесь Ахашвирош полный гнева, не зная даже что и как ему отреагировать. Перед ним сидит человек, который хочет убить и уничтожить его собственную императрицу. Я думаю, что о народе императрицы, судя по всему, Ахашвирошу так особо дела нет. И он выходит прогуляться в сад. А в этот момент Амана совершает еще одну оплошность. Он пытается просить за себя и за свою жизнь. Он понимает, что его жизнь теперь уже висит на волоске. Еще до этого он был всесильным, огромным, самым, так сказать, важным человеком в империи, а уже проходит какое-то короткое время, и он вообще ничто. Его жизнь висит на волоске. Смотрите, как у нас драматически развиваются события. Прямо как в эпоху постмодерна. Буквально очень короткое время. А потом раз и упасть. И вот это тоже еще одна особенность нашего с вами времени. На эпоху все переворачивается очень быстро. События развиваются совершенно непредсказуемо. Возвращается Ахашвирош и видит странную картину. Аман пытается просить за свою жизнь у императрицы. При этом он обнимает ее как-то совершенно непристойно. Ах! Так ты еще пытаешься императрицу, жену мою напасть на нее в моем доме? Ну и тут опять же мы видим замечательная природа придворных и слуг, которые всегда готовы подставить ногу в нужный момент падающему. Даже очень сильному, в особенности очень сильному падающему, так сказать, придворному. В данном случае Аман, как мы видим, уже практически его судьба предрешена. Осталось только последний финальный аккорд. И подходит один из слуг и говорит, ваше величество. Аман в своем дворе установил виселицу, на которой он хочет повесить мордыхая, человека, которому вы обязаны жизнью, который вас спас. повесить 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 на этой виселице, говорит царь. Итак, исполняется вещь, полностью противоположная случаю, вещь, которой мы видим проявление высшей воли творца. Мера за меру. Не рой другому яму, сам в эту яму и упадешь. С Аманом происходит парадоксальным образом достаточно смешная история. В этой истории смешно практически все. Здесь все один сплошной парадокс. Но больше всех здесь смеется Всевышний. Как мне кажется, он смеется за кадром. Есть ли у Всевышнего чувство юмора, друзья? Это отдельный очень интересный вопрос, интереснейшая тема. Но я думаю, что в нашу с вами эпоху мы с вами прекрасно понимаем, что безусловно у Всевышнего есть очень хорошее чувство юмора. Когда-то в намордниках ходили собаки. Сегодня мы очень часто видим картину, когда люди ходят в намордниках, а собаки без. Ну, кто еще мог такое себе представить год назад? Действительно, ситуация совершенно мягко говоря парадоксальная. Я же не говорю о том, что каждый день нас бомбардируют какими-то непонятными новостями, иногда даже не знаешь, чего еще ожидать. Ну, действительно, я думаю, что 2021 год тоже будет очень интересным. Так что пристегните ваши рывни, нам предстоит еще очень-очень интересный полет. Во всяком случае, история Пурима, друзья, готовит нас к этому полету. История Пурима рассказывает нам именно о вот таких американских горках. Рассказывает нам о мире полном непредсказуемости, полном неопределенности, полном разброда и раздрая, сомнений. Кстати, интересно, слово сомнение. Мы знаем, что Каббала, еврейская мистическая традиция, говорит нам о том, что слова, которые имеют одинаковое числовое значение на еврите, между ними есть логика, между ними есть определенная связь, логическая связь. И вот народ, из которого происходит Аман, народ, который, согласно еврейской традиции, это, в общем, народ антитеза еврейскому народу, народ Амалек. Гематрия, название имени Амалек, это слово сафек, сафек на еврейском означает сомнение. Мы видим, что Амалек приходит впервые в еврейской истории атаковать евреев, казалось бы, в момент их триумфа, в моментах наивысшей силы, когда они перешли через море, и когда они на глазах у всего мира, так сказать, там были явные чудеса при выходе из Египта, Амалек приходит, но перед этим мы с вами читаем, перед войной с Амалеком, что окруженный всеми этими чудесами, рассечением моря, казнями, которые были в Египте, евреи сомневаются, задают вопрос, а есть ли вообще Всевышний в нашей среде? И именно в этот момент, прямо в следующем тексте, следующая фраза в тексте, в этот момент приходит Амалек, ты сомневаешься, есть ли Бог в твоей жизни, хотя ты окруженным постоянно, каждую секунду, ты этим дышишь? Вот тебе напоминание, приходит Амалек, он пришел напомнить тебе о корне всех сомнений, они пристекают из места, где царит полнейший хаос. И на самом деле этот мир действительно устроен так, что есть вопросы, на которые у нас никогда не будет ответа. Говорит один из величайших еврейских мистиков Равнахман из Бреслова. Говорит он о том, что есть такой уровень неверия, такой уровень атеизма, такой уровень вопросов, которые задают люди, на которые ответ найти с помощью логики, разума, здравого смысла мы не сможем. Это вопросы, которые приходят из мира Тогу, из мира хаоса. Там черная дыра, все наши ответы туда падают и оттуда уже не возвращаются. Там нету гармонии, там нету смысла, там нету порядка. Есть такой уровень в этом мире, мир устроен достаточно сложно. Как же преодолеть вот эти сомнения, как же преодолеть вот эту пропасть, как преодолеть эту дыру в сердце, дыру в сердце, о которой говорит Сарта, которую многие из нас сегодня ощущают, а Виктор Фрэнкель называл это экзистенциальным вакуумом, это чувство ощущения некоторой пустоты внутри. Ответ только один, друзья, вера. Но парадоксальным образом мы можем прийти к вере благодаря иронии, благодаря юмору, благодаря смеху. Смех это мощнейшее еврейское оружие, которое помогает нам обезоружить вот эту пустоту и показать на то, что она сама пуста, на то, что этот огромный пузырь, который представляет собой Аман, за ним на самом деле ничего не стоит, он лопается, как только мы пытаемся к нему прикоснуться. и это колоссальная колоссальная сила пуревской истории. Еще один парадокс, который на самом-то деле, как мы видим, уже исполнился в нашей не столь далекой истории. Мы знаем, что после Второй мировой войны союзники судили нацистских преступников, и на процессе в Нюрненге должно было быть 11 казней, в итоге их было 10. Один из нацистского руководства покончил жизнь самоубийством. Восходя на Шафоте, это, кстати, было в одной из американских газет того времени, один из 10 посмотрел на окружающих его судей и на всех, кто присутствовал при казни, и сказал, это Пурим. Это Пурим. Пурим 46-го года. Что он имел в виду? Действительно, 10 казненных сыновей Омана в пуримской истории. Получается, параллель нацизм это современная молека. Как ни странно, эта параллель была замечена с одним из самих нацистов. Если внимательно прочитать, что Гитлер пишет в Mein Kampf, Гитлер четко абсолютно обозначил, что это борьба добра со злом и понятно, что его мировоззрение и понимание правда на стороне нацистов, но кто по-настоящему противостоит нацизму евреи. Поэтому всех евреев нужно уничтожить. Они являются неким голосом совести. И поэтому пока не уничтожен последний еврей, бацилла вот этой совести, как он пишет в Mein Kampf, она останется и будет распространяться. Зараза будет распространяться. Это то, что несет слабость человечеству. Человечество должно быть сильным. в этом мире в этом мире управляет закон безжалостный закон эволюции. Побеждает сильнейших. Единственное, кто по-настоящему будет противостоять этому, это евреи. Именно потому, что у нас с вами есть Тора. Именно потому, что мы понимаем, что не сила побеждает, а вера, а правда, а добро. Видите, мы с вами заговорили о таких глубоких вещах, о таких сложных вещах. Казалось бы, через такую простую историю, в которой столько глубины, столько тайного смысла. История Пурима это наша с вами история, история наших дней. Но знаете, что самое интересное? Самое интересное, еще одна параллель между событиями тех времен и тем, что происходит уже в наши с вами дни. В эпоху еще одной попытки окончательного решения еврейского вопроса, на этот раз нацистами. Мы знаем, что нацисты собирали артефакты для того, чтобы устроить музей в Праге, где эти артефакты были бы выставлены. И Гитлер всем бы демонстрировал, что вот был такой народ евреев, который теперь полностью уничтожен, как порочный народ, как отход человечества. Ну вот это то, что от них осталось. И в Прагу свозили огромное количество артефактов, свозили туда свитки. Торрис, свозили туда минорах, инукиот и многие другие вещи. И вы знаете, какая парадоксальная вещь. Говорит Медраж, который был написан, может быть, за полторы тысячи лет до событий, катастрофы. Медраж говорит, что мы с вами празднуем праздник Пури. А что было бы, если победил бы Аман? Аман хотел, чтобы тоже был праздник. И он был бы 13-го числа месяца, да, в месяц и день, на который выпал жребий окончательного решения еврейского вопроса. И праздник бы назывался еврейским словом гор-а-ло, жребий. Это был бы праздник, который бы назывался словом из языка, на котором уже никто не говорит. И Аман хотел увековечить свою победу в истории над народом, который он уничтожил. То есть, тоже хотел своего рода создать музей, память о том, как ему удалось уничтожить еврейский народ. Ну, как мы знаем, у Всевышнего есть чувство юмора. Не рой другому яму. Та самая виселица, которую приготовил Аман для Мердыха, именно на ней, на этой самой виселице его и повесили. Мера за меру. Справедливость все-таки есть в этом мире. Иногда это занимает время, иногда проходит не так мало времени, иногда это вообще невозможно увидеть в этом мире. Но мы верим в торжество справедливости, в торжество разума, в торжество добра. И именно эта вера, кстати, и делает еврейский народ привязанным к Творцу, делает его вечным и непобедимым, недоступным для других. Вместо праздника Горалот, который должен был называться еврейским именем жребиев. У нас праздник Пурим, персидское имя, которое переводится так же. И мы говорим на Афоху. Все наоборот, все перевернулось. Его жребий, который он бросил, обернулся против него, он стал нашим жребий. Так происходит часто и в жизни. Не смейся над другими, не рой другим яму, сам в нее попадешь. Все эти антисемиты из поколения в поколение, ненавидевшие нас, есть и сегодня, конечно, их немало, роют нам ямы. Они, наверное, плохо знают уроки истории, о них не учили. В итоге, эти ямы ждут их. Лыхаем за это, друзья. Ну и наконец, может быть, самое интересное. Мы с вами живем в эпоху, когда праздник Пурим по-настоящему вокруг нас. Вот эти маски, которые мы носили в течение всего года. Вот они. Мы просто поменяли одну маску на другую. То есть, вот Пурим, он уже здесь, вокруг нас. Это наша с вами окружающая действительность. Это мир абсурда. И в этом мире абсурда нам остается смеяться. Нам остается радоваться. Нам остается находить смысл там, где он есть. В доброте, в добрых делах, дарить друг другу подарки, помогать бедным. Это то, что делает нашу жизнь осмысленной, то, что дает нам крупица смысла в этом мире абсурда. И тут мы подходим с вами к самой парадоксальной, на мой взгляд, и самой интересной заповеди, моей любимой. Не скрою от вас, у каждого человека есть своя любимая митцва. У меня есть своя. Я в шутку говорю о том, что величайший из великих маймонит Рамбом сказал в свое время, что для того, чтобы войти в грядущий мир, человеку достаточно исполнить всего лишь одну заповедь, но исполнить ее нужно с чувством, с толком, с расстановкой. Моя, как вы уже поняли, состоит в том, что в Пурим нужно напиться так, чтобы не различать благословен Мердыхай от проклят Амам. И вот здесь, на самом-то деле, на первый взгляд, полная шутка своего рода, правда? Мы прекрасно с вами понимаем, что в таком состоянии человек не может находиться долго. Иначе он не сможет вообще никакие заповеди исполнять. Поэтому это митцва у нас есть только раз в году. Как день рождения? Только раз в году. Только на Пурим. Но в чем смысл? Ведь мы уже с вами поняли, что все эти парадоксальные вещи, о которых мы сегодня с вами говорили, за ними глубочайший смысл. И, как мы уже сказали, без пол-литра не разобраться. Вот сейчас попытаемся разобраться. Лыхаем, лыхаем. говорит Равица Кутнер, один из самых глубоких мыслителей 20 века. Здесь в Бруклине есть Ишива, которую он возглавлял. Ишива Хамберлин. Говорит Равица Кутнер, есть вещи, которые мы не можем понять разумом. Глубочайшие тайны бытия. И сегодня, еще в 20 веке наука, в начале 20 века, в конце 19 века наука считала, что мир познаваем, научным методом можно практически ответить на все вопросы. В Советском Союзе были такие гордецы, которые уж не знаю, говорил-то Гагарин на самом деле нет, но рассказывали примерно следующее, что Гагарин полетел в космос и доказал, что Бога нет. То есть можно было считать, что действительно мир достаточно хорошо вписывается в человеческую логику и все можно описать какими-то вполне понятными законами. И уже очень скоро наука объяснит все. Но потом появилась квантовая физика, появилась теория относительности, появилось огромное количество вещей, которые не сходятся между собой и разрывы в этой человеческой логике стали все больше и больше. Сегодня мы с вами понимаем, что мир настолько сложный, что мы уже не можем собрать все эти частички пазла воедино. А это приводит к колоссальной, колоссальной тревоге. Это объясняет, кстати, огромное количество тревожностей человечества в целом и каждого из нас в частности. Тревожность это бывает необъяснимой, но за ней лежит понимание того, что пазл мы никогда не соберем. Это очень непросто. Сегодня Рамбом говорил бы нам уже совсем другие вещи. Глядя на мир абсурда вокруг нас, очень трудно увидеть того Бога, который все устроил разумно по какой-то программе. Программа столь сложна, что не поддается никакому коду. История Фульма показывает нам, что все-таки есть Всевышний. И он обитает именно в этом парадоксе. Вот она, тайна. Но как это понять разумом? Разум говорит нам, что дважды два всегда четыре, не может быть пять или шесть. А парадокс как раз говорит нам о том, что может. Вот там геометрия Лобачевского, всевозможные парадоксальные вещи, которые наука открывают, где не работают понятные и простые законы логики. Закон исключенного третьего, законы о том, что должна быть непротиворечивость. Что же происходит, друзья? Символически и практически выпивая мы с вами отключаем разум. То есть отключаем вот этот фильтр, который пытается понять мир с точки зрения логики и здравого смысла. Потому что мир намного сложнее. Мы не можем с вами отключать этот фильтр каждый день, потому что иначе мы не сможем функционировать в этом мире. Но раз в году, в день, который символизирует собой будущее, эпоху будущего, эпоху, к которой мы с вами приходим, эпоху, когда мы с вами придем к единству, пониманию того, что все в этом мире находится в надежных руках, понимание того, что все в этом мире имеет определенный смысл и предназначение. И здесь нет ничего лишнего. И пазл на самом-то деле сложнейший, тем не менее все-таки складывается. Это будет то, что назвал один из самых интересных наших современных философов Кен Уилбер назвал интегральным подходом. Но чтобы прийти к этому интегральному подходу, нам нужно научиться мыслить не категориями добра и зла, а категориями единства всевышнего, где даже зло тоже выполняет замысел Творца. Что-то, что непостижимо с обычной человеческой точки зрения. Но если мы с вами посмотрим на события пули, мы увидим, что Аман оказался орудием в руках Творца. Сам-то он, конечно, хотел сделать что-то совсем другое, но он оказался орудием в руках Творца, подобно всем злодеям, которые в итоге роют яму себе. А мы с вами учим очень важные уроки. Ведь через трагедии мы получаем уровень, очень высокий уровень понимания реальности и это оттачивает наш опыт и наше знание и понимание того, как мир устроен. И выводит нас на совершенно другой уровень осознанности себя, окружающих и мира. Видите, какая серьезная тема у нас. Но об этом можно говорить только с юмором, можно только выпить, посмеяться над этим и в полубессознательном состоянии ощутить и почувствовать не головой, не разумом, а какой-то точкой, которая находится где-то над нами. Видимо, что-то, что связано с астральными проявлениями, что-то, что связано с нашей душой, потому что она-то знает. Есть какая-то часть нас, которая это знает. Включая разум, мы с вами приходим к ощущению, пониманию того, что все в надежных руках. И смотрите, какой это глубокий парадокс. Казалось бы, вещи совершенно противоположные. Благословен Мордехай, добро. Проклят Аман, зло. Добро и зло, вещи противоположные. Но гематрия, числовое значение у них одинаковое. А это говорит о том, что есть какой-то уровень, где они, по сути, две стороны одной медали. Одно невозможно без другого. И одно помогает раскрыть другое только вместе. Они дают нам полную картину мира. Понимание того, кто мы такие, понимание того, как Всевышний проявляет себя в этом мире. Мы с вами приходим к интереснейшему этапу развития человечества, когда очень большой крен в сторону материализма будет постепенно уходить. И мы постепенно будем с вами обретать все больше и больше знания, не интеллектуальное знание, не знание, которое опирается на здравый смысл, логику, на непреложные законы о том, что дважды два, всегда четыре, а знание, которое выходит за эти рамки. Знание, которое не было у греков, знание, которое было у нас всегда в нашей еврейской традиции. И вот это знание сейчас через парадокс, который уже становится настолько всеобъемлющим, что его невозможно избежать, от него некуда уйти. Пурим с нами теперь каждый день. Пурим с нами каждый день, друзья. И вот именно это и откроет дверь в новый мир, в мир, который у нас называется тикун, исправление. Кен Вилбер назвал миром интегральности, миром, где в итоге мы все сможем собрать поедино и понять и осмыслить, что правый, левый, религиозный, светский, каждый несет какой-то очень важный смысл в происходящее, вносит какое-то лепто в происходящее. Каждому в этом оркестре есть место. Какое место вы хотите, чтобы у вас было в этом оркестре? Это ваш выбор, друзья. В этом году, когда мы будем исполнять заповеди праздника Пурим, дарить друг другу подарки, поддерживать бедно. Я, кстати, поставлю под этой лекцией ссылку, информацию о том, как можно поддержать одну очень хорошую организацию в Израиле, которая делает важное дело, помогает нашим русскоязычным евреям, а кто, как не мы, русскоязычные люди должны им помочь, правда? Помогает им, тем, кто не может сам собрать денег, у них всевозможные жизненные проблемы и трудности, помогает им решить эти ситуации, в которые они попали, а сейчас таких людей очень много в мире. Но прежде всего нужно помочь своему, своему народу, хотя помогать нужно, конечно, всем. И исполняя эти заповеди праздника, мы с вами по крупицам собираем этот смысл и обретаем понимание того, кто мы такие, где мы находимся в этом штормящем мире. А нас будет штормить все сильнее. Штормить будет, пока мы не придем к этому миру единства. И поэтому мне хочется пожелать вам, друзья, когда мы с вами поднимем бокалы завтра вечером, нам есть за что их поднять. Нам есть что праздновать. Наша история, она намного мудрее, намного добрее, глубже всех этих оманов, которые пытались нас уничтожить. Но в итоге ту яму, которую они нам рыли, в нее же они и упали. Это будет так. Всем лыхая, друзья. Всем замечательного светлого праздника Пури. В этом году он нам в особенности нужен. Пури Самая.